Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 818. Ниеме 916. Но они, отцы наши, упрямствовали и шею свою держали упруга. За 11 марта 2018 года, за воскресенье. Притча 22.10. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Значит, не надо миндальничать. Если он кощунник, издевается, смеется, ты не думай, а я его приобрету. Что ты приобретешь, свое растеряешь? Прогони, говорит Соломон. Прогони, просто прогони его. И сразу вместе с ним уйдет и раздор, и прекратятся ссоры, брань, мир наступит. Ну, так и волнуется. Ну, вот возьмите меня, бросьте за борт. Море-то из-за него волнуется. Да бросили, и он вот, и все утихло. Что тут непонятно, как прогони? Да заборьте его, за хвост, да в яму. А вот полностью как Ниемия звучит. Я здесь коротко беру, чтобы заголовок вошел. Дальше не пропускает система. Ниемия, 9 глава, 16 стих. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей твоих, не захотели поминоваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты сделал с ними. И держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. Вот здесь тоже поставили вождя, еще, но сейчас вот изберите кого-то другого, который прокоммунист, от коммунистов, чтобы возвратиться в рабство свое. Опять же, ГУЛАГ и бесконечная смерть. Да нет, сейчас с Богом фальшь. Там тоже говорили, свобода, все под корень рубится, они слово не держат свое. Владимир Иванов, многоуважаемый Игнатий Тихонович, мудрости вашей многим не хватает. Спасибо, Христос. Сергей Игнатов. Спаси Христос. У кого что болит, тот о том и говорит. Гласит народная поговорка. Читая в который раз псалмы с карандашом в руке, и то же самое относится ко всей Святой Библии, Бог открывает мне все больше и больше, хотя слова его все те же. Только в одном случае их касаются одни глаза, а в другом случае это сопровождается мыслью и открывается духовное зрение и восприятие прочитанного, причем в тесной связи с каким-либо примером из жизни. Например, в Псалме 17, 23 стихе, словам пророка и царя Давида тесно, но как мыслям просторно и об опрошении к Богу благочестивого человека, об исполнении его молитвы, о пользе исполнения повелений Господа, о Господнем потомстве, о надежде и уповании на Бога. Все это читается на клиросе в наших храмах, на труднопонимаемом славянском языке наших предков. Разве угодно Богу такое малопонятное прихожанам чтение, без его какого-либо исследования смысла Слова Божия? Галина Влеська, Новокузнецк Мир вам, дорогие братья! С креста поклонной недели Великого Поста Не теряйте меня, поминайте искоркой мысли в молитвах, занимаясь плотно сестричеством, стучит кое-кто в их неокрепшие сердечки, да и частые службы в нашем храме. Айтичная техника моя в ремонтах, одно понятие, при таком раскладе событий и остается Великий Пост, Слава Христу! Спасибо, помилуй Господи, Галину! По писаниям Роман Малыш Видно его слабоватое православие, дремучее, больше мирское. Эх, а наоборот, а надо бы наоборот. Не любите того, что в мире. Покаяние далеко далече, в конце письма. Как же хорошо душе, когда она, родимая, касается, виниться, даже при условии и вовсе своей невиновности. А у Романа Малше, читая про одни баррикады, и венчик, и забидок, и самомнений, и недосказанности, странно же это и печально, поверхностно и несерьезно, неглубоко. Да и полное отсутствие самокритичности у людей есть признак душевной болячки. Вот еще, и поэтому резьба не подошла. Не подошла, то есть характерно. Инать Тихонович, здесь совсем не в теме. Он сделал все, что смог на 100%. И на Байкал съездить первый предлагал. И прочее, и прочее. Попробуйте разговаривать в соседней комнате со слепоглухим. Получится? Вот теперь понятно? Иным желающим переезда в Потеряевку большой урок. Правильно, что открыто и честно все выставлено для всех. Семь раз отмерь, а один отрежь. Силы духовные – это первая мера, а вторая – физика морали, морали финансового сила. Всем поклон и радоваться всех благ. Игнатий Лапкин Теперь я пишу Новикову, Сергею. Скажите, пожалуйста, почему эти ролики так трудно закачиваются? Которые он берет, мы посылаем ему, что они давнишние, плохо. И он все обрабатывает. Обрабатывает и обратно присылает. Только не ужимайте. Вчера я поставил один. Вот он пять часов, наверное, идет. И ничего, как будто с места не сбегается. Помещу там, как идет, буквально. Ну, так не бывает. И он отвечает. То есть очень долго. Я делаю так. Сначала присланное вами скачиваю на рабочий стол. А потом уже, как обычно, закачиваю на свой видеоканал в YouTube. На вами присланный адрес указатель я нажимаю. Проявляется весь экран черный. И на нем один кадр. И вот идет настолько же медленно, что впадаю в искушение. Да идет ли перезакачка. Ибо вроде как на одном месте стоит уже три часа. И еще половину не перекачал. А цифры внизу. А цифры внизу пляшут. А цифры внизу пляшут. То еще 12 часов, потом 8, потом снова на 12. Новиков Сергей. Тут что можно предположить? Тут что можно предположить-то? Вопрос стоит. Либо общая скорость скачивания у вас по какой технической причине сильно упала. Либо Яндекс в вашей местности как-то чудит. Я у себя как загружал, так и загружаю по одному и тому же образцу. Игнатий Лапкин. Более приемлемо по второй причине. А то у нас уже в воскресенье по скайпу идут занятия по изучению Святой Библии. И остается 2,5 часа до начала занятий. А если не успеет закачать и сбросить, тогда уже жаль. То меня может система не допустить в скайпчат. Ну вот, я если сброшу, значит пропало все. Если не сброшу, а у тебя закачка идет, поэтому разговора нет, она меня не запускает. Сергей, может у вас компьютер еще что-то закачивает? Еще дополнительное где-то, бывает такое. Например, обновление системы или каких-либо программ. И тем самым отбирает часть скорости. Вот это я не знаю даже, о чем речь идет. У меня на рабочем столе есть индикатор. Он показывает скорость скачивания и закачивания. По нему я всегда хорошо вижу, что и как у меня со скоростью интернета. Он прислал, только нажал. Я боюсь задеть, потому что у меня идет заказчик уже 3 часа и пропадет все. Вот он показал, откуда, как. Скачайте этот ролик и сразу же сейчас, и закачайте на наш канал. И там в папку его положите, в прошедшую неделю. Это я уже пишу модераторам. Скачать и тут же закачать. Но ни в коем случае не ужимать. Так Сергей Александрович Новиков сказал, он из худых делает лучше, как этот. Какой? Номер 2. Свадьба. Венчание Загуляева Александра и муж жены Галины. 15 июля 2001 год. Надо же, 15 лет отмахнуло, как один день. Дорогой наш Игнат Тихонович, мир вам. Моя знакомая из Ямала немецкого автономного округа хочет принять крещение, так как была моченой. Но, естественно, на свои просьбы о крещении видят изумленные лица священников и крутящийся палец у виска. Подскажите, пожалуйста, есть ли кто из знакомых вам батюшек, которые примут ее и крестят в Тюмени, либо в каком-то другом городе Тюменской области, или в Тобольске. В Потеряевку или в Москву она не доедет. Очень далеко. Спаси Христос. Это Владимир Владимирович. Владимир Г. Игнат Тихонович, мир вашему дому. Скажите, пожалуйста, где написано обращение Анания к Савлу? Что ты медлишь? Встань и крестись. Игнатий Лапкин. Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, я мой грехи твой, призвав имя Господа и Иисуса. Ну, нужно посмотреть теперь, какие у нас свои ресурсы. Это все обратно, которые закачиваю на YouTube, я их перекачиваю на мой мир. Очень мне эта система нравится. Вот она как выглядит. Вот тут в одном месте несколько листов, так сделали, модератор на сохранение, там где я с голубем стою. Не надо туда заходить. А вот именно где в шапке. Тут легко переписывать, вверху адрес дается, вот вверху, к истине 2, mail.ru, написать. И очень-очень богато. Вот сколько у нас здесь роликов? 8 913. Вот видите, понимаете, на наших, наших. Ну и фотографии. Фотографии 21 тысячи. И легко искать, они по плейлистам. Просто легко искать. Ну и дальше, что сказать. Еще у нас есть форум. Тоже большой, легко пользуется. Очень профессионально сделанный. 1600 тем, богатейших. Просто богатейших. Вот вопросы задают здесь. Сколько здесь просмотров. Ну, большие цифры. Просто для нашей системы-то это много, конечно. Сколько здесь просмотров. 29 тысяч. А сколько здесь ответов. 441 ответ. Вот здесь где-то есть такие прям по вопросам рекорды. Сколько вопросов здесь ответов. 3 685. И сколько просмотров. 2 миллиона. Нет, 217 тысяч. А, 217 тысяч 316. Видите, сколько. Это администраторы у нас там, у меня в контактах. Везде есть страницы. Но туда я не захожу. И они оттуда записываются. Я им говорю, вы сразу заходите в мой мир. Или по ютубу. А здесь они, бывает, некогда им не зайдут. И так вместе с вами стоит и пропадает. Много людей заходит. Ну, и вот еще у нас есть этот наш видеоканал. Вот этот вот я уже тут свое утром смотрел. Много. Очень. Вот православный видеоканал. Во свете Библии. Вчера сколько ставил. Вот события дня уже посмотрели. Это сегодня утром. Ну, да. Сегодня, сегодня. Сколько здесь время прошло? Четыре часа я был на ногах. Вот. Раннее утро. Приборка этот. Столько-то прошло. Ну, показаны какие. Новые. Вот свадьба, венчание Загуляева Александры. Александры и Галли Можиной. 526. Это с вечера было. Ну, а вот это что? Собрание. Причины болезни. Это уже раньше выходит было. Сегодня? Ну, да. 16 часов назад. Ну, вот. Сколько тут посещаемость? 1 тысяча шесть. Вот у нас тысяча. Это уже много. Это много. Тут все. И вот Коресников Никита. Я в субботу вечером записал его. Сколько? 3 тысячи 479. Вот так. Видите как. Ну, кроме того, у нас есть еще очень большой православный библейский сайт. Вот. Поэтому здесь самое ценное, я считаю, это вот 4124 ответа. Вот. У нас есть деньги на счет денег. 12-го порядка уже идет. Открываю и сразу заходим, и вопросы задавать будут. Так. Вопрос 621. Второй том открытым оком. Можно ли давать нищим деньги или еду на помин души? Ну, кто-то умер и подает. Ответ. Найти действительно нищих сегодня не так просто. Я знал только одну нищенку. Ушакову Валю. Пятидесятницу. У которой сын все пропивает. Она приезжала откуда-то из-под Тольменки. Быть может, раз в месяц. Она боялась поднять глаза на людей. Когда ей подавали деньги, она испуганно взглядывала на человека и от стыда с искорбленным лицом просила «Простите меня». И если ей удавалось собрать на несколько кирпичей хлеба, она тут же исчезала. Сегодня же у церкви насчитывая более десяти человек, бронящихся между собою, опустившихся, опухших, и сколько бы им ни подавали, им всегда будет мало. Как монашка из Знаменского монастыря, круглогодично выпрашивающим по всем предприятиям и магазинам города на устройство иконостаса. Подавать им — грех. Это не нищие, и просят не по нужде, а по безделью. Они не должны носа показывать из монастыря, но молиться там день и ночь. Тем более, на помин души давать незнакомую. Это слепое самоуспокоение, что будто бы это кому-то поможет. Без мирных грамот от епископа никто не имеет права просить, а епископ должен расследовать, действительно ли у человека нет пенсии и никаких дотаций. Я сам из тех, кто просит на поддержание существования детского лагеря Стана. Свою деятельность я начинаю в конце мая и заканчиваю в начале июня. Мне помогает примерно 4-5 добрых коммерсантов или предпринимателей. И на этом всё. Мне этого хватает. Добыта мука, крупа, макароны. Из-за этих благотворителей мы молимся каждый день. Принимать милостыню — это великая ответственность. И за неё придётся давать строгий отчёт пред Богом. Могу засвидетельствовать, что на себя не потратил ни разу ни грамма и ни рубля. Вот так. Ну, считай, когда трудимся, всё так отдельно. Вопрос 668. Второй том открытым оком. В Америке в храмах тоже торгуют? Ответ. Я не карамзин и не летописец, но могу войти в историю, подтвердив, торгуют и воруют. Чистых восковых свечей я там не видел и не нюхал, хотя был на обоих побережьях страны. Белые стеариновые свечи — мерзость. Я был на свечном заводике у отца Алексея Макринова. Видел блоки парафина и как идёт процесс плавления и сказал в Синоде, вы ничем не отличаетесь от московской патриархии, чем Мик Зело огорчил и настроил против себя до преизлиха. И там такой же оставался. Вопрос 676. Второй том открытым оком. Иисус Новин, 10 глава, 13 стих. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Нет ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Что это за книга праведного? Почему её нет? В Библии нет. Это в университетах, это я за кафедрой поступали записки. Вот какие записки? Сколько мест в Писании? Вот посмотрите, сейчас будет пестерить. На пальцах зажимайте. И посмотрите, кто сегодня выступает. Они все вместе этого не отвечают так. Он говорит всё, видит видение, иконы, кто-то прошёл, опять сновидение, видение, ничего нет. Ну и колобродят, а потом умеры, ничего нет. Всё кончилось. Канонизировать, канонизации жмутся. Ответ. Бог вверил слово своё евреям, дал им закон, а они ни того, ни другого не сохранили. Деяние 7.53. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов, и не сохранили. Вот я сказал, не сохранили, а как не сохранили? Держи, Деяние апостолов 7.53. Доказал. Дальше. Евреи многие книги потеряли, а некоторые, обличающие их, уничтожили вместе с их авторами. Вот некоторые книги, о которых упоминаются в Библии, но которых нигде нет. Ну, теперь давай. Вот я конкретно показываю. Ну, задаёт это Осипову, задаёт. Там кто ещё там всё время выступает-то есть? Дадут они ответ такой? Дальше. По пальцу нажимайте. Какая первая? Первая. Книга Брани Господней. Она упоминается где? В числах 21 глава 14 стиха. Вот о ней где написано, а её нету. Второе. Книга праведного. Иисус Новин, 10 глава 13 стих и 2 царств 1-18. Вот так. Третья и четвёртая книга закона Божия и записи постановлений и законов Иисуса Новина. Где об этом говорится? Иисус Новин, 24 глава 25 стих. Дальше. Пятое. Пятое. Шестое. Записи пророка Нафана и записи прозроливца Гада. Первая. Параллипоменон, 29 глава, 29 стих. Упоминаются эти книги, их нету. Седьмое. Седьмое. Книга пророка Самуила о правах царства. Первое царство, 10 глава, 25 стих. Восьмое. Притчи и песни Соломона утеряны, из которых собрали приезды только малую часть. Третье царство, 4 глава, 32 стих. Притчи, 25 глава, 1 стих. Двадцать пять один, легче дальше. Вевятое. Книга дел Соломоновых. Третье царство, 11-41. Десятое. Пророчество Ахая... Ахая, может быть, Ахия? Пророчество Ахия, да, силам Лянина и видение прозроливца Иаиля. Второе, паралипоменон, 9 глава, 23 стих. Одиннадцатое. Записи пророка Сомея и прозроливца Ады. Второе, паралипоменон, 13-22. Двенадцатое. Записи Хазая. Второе, паралипоменон, 33-13. Тринадцатое. Книга плачевных песней. Второе, паралипоменон, 33 глава, 25 стих. Четырнадцатое. Записи царей израильских и летописи царей иудейских. Четвертое. Царств 23-28. Второе. Паралипоменон 35-26 и 33-18. Пятнадцатое. Книга царей. Второе. Паралипоменон 24-27. Шестнадцатое. Записи Иувия. Второе. Паралипоменон 20 глава 34 стих. И многое другое. То есть официально Библия упоминает 16 книг, а их нигде нету, вообще нету, никто не знает, где они. Потеряны. Вот написано, с авторами уничтожались даже. И далее. В Евангелии от Матфея, 2 глава 23 стих, говорится, что будто бы пророки предсказали, что Христос на заре им наречется. Но в теперешней Библии нет этого пророчества. Вот и все. Иоанн Златоуст в шестом томе говорит. Какой пророк сказал себе, не исследуй, ибо много пророческих книг пропало, что можно видеть по истории Паралипоменон. Иудеи были нерадивы, и часто, впадая в нечестие, иному попустили потеряться, а иные книги сами сожгли и изорвали. Об этом говорит Иеремия 36-32. О другом писатель 4 книги Царств, 22-11, говоря, что после долгого времени едва нашли второзаконие, закопанное где-то и затерянное. Ежели тогда, когда не было врагов, они так не родили о священных книгах, то коль ми паче при нашествии неприятелей. Издание Синодальное, 1899-го, том 1, беседа 9, страница 141-й по 142-ю. Вот я ответ какой даю, откуда это известно? Они и сами, я придумываю это. Они сегодня ничего. Осипова спроси, он ничего не ответит. Он такие берет мелочи, и все, и Писание как будто не знает ничего. Ой, Осипов сказал, ну сказал так, вот подтверждение, посчитай, сколько мест Писания открыто. Люди пришли не ко мне, я повторяю, не ко мне они пришли, они пришли к Богу. Я должен ответить Словом Божьим, что Бог сказал дальше. Но мало того, что иудеи не сохранили своего преимущества и вверенного им Слово Божие, об этом говорится где? Римлянам 3.1. Так неужели и в Новом Завете будем ссылаться на евреев, что если они не сохранили ни канонические книги, значит они и не Божьи? Другие народы их сохранили. Неверно также мнение, что книги на еврейском языке канонические, а на других языках, если, то они не канонические. Книга Иисуса, сына Сирахова, написана была на древнееврейском языке. Также и первая книга Маковеева, а книга Даниила написана на арамейском языке. Христос и апостолы указывали на книги, у евреев не существовавшие. Матфея 23 глава 35 стих «Убийство Захарии». В теперешней еврейской Библии нигде не говорится об избиении пророков древними евреями и об избиении какого-то Захарии, сына Вараяхиина, в храме. Христос говорил это в обличении, и об этом знали книжники и фарисеи. Следовательно, тогда это было записано, но не вошло в канон, потому что обличало иудеев. Сравним Матфея 23-37 с 3-й ездрой 1 глава 29 стих 30 стих. 2 Тимофею 3-8. Противление волхов Иоанния и Иамврия. Эти сведения апостол Павел черпает из потерянной ветхозаветной книги. Книга Иоанния и Иамврия. Иоанния и Иоанния. Дальше, ну вот, дальше. Матфея 27-я глава с 9 по 10 стих. И взяли 30 сребреников и дали. Текста этого нигде нет в книге Иеремии, в теперешней Библии. Евангелист Матфей взял его из потерянной ныне книги Таин Иеремии, о которой упоминает Ориген. Толкование на Матфея, глава 27, Иероним и другие. Эфесянам 5-14. Встань, спящий, воскресни из мертвых. В теперешней Библии нет этого текста. И очевидно, взято одно из одной потерянных книг. Смотри, какие он уже знания имеет, что он каждое слово. А сегодня, ну что он знает-то, ничего не имеет. 1 Кориффе 2-9. Апостол Павел приводит текст из пророка Исаии, который якобы находится в указанном месте. Исаия 64-4. По свидетельству древних апостолов, Павел почерпнул этот текст из богодухновенной потерянной книги «Апокалипсис Исаии». Вот какая книга еще была. Как видим, Христос и апостолы приводили... Слава Иисусу Христу! Христос и апостолы приводили цитаты из неканонических книг. И хотя они были евреи, но не тяготели так к ветхозаветним евреям, как сектанты, в жизни которых неверующее еврейство вообще играет крупную роль. Вопрос с сектантом. Откуда они узнали различия между книгами достоверными и подложными, между каноническими и неканоническими? Если скажут от евреев, то они подлежат проклять вместе с евреями. А если скажут от церкви, то будут противоречить самим себе. Значит, нельзя утверждать, что достаточно одного слова Божия, писанного для вероучения. Ясно как день, что еще нужно и предание, и руководство у церкви. Упрекая православие в использовании неканонических книг, они сами умышленно прячут бревно с сучками в собственную глазу, используя в проповедях всяческие историки и подчас из-за атеистической литературы. Все это от своего чрева. Церковь так не учит. Из миссионерского журнала «Ревнитель». Откуда это взято, «Ревнитель»? Большого формата, журнал как огонек, ну, может, чуть-то поменьше, и где-то 1400 страниц. И я его законспектировал, ну, минимум пять раз. Сокращая все время, чтобы можно было. И в разных городах спрятал. Думаю, меня арестуют, я вернусь, и будет утеряно. А сейчас нет этого журнала? Ну, я сейчас даже не знаю. Ну, в общем-то, все у меня где-то есть сохранено. Я в Москве сохранял, там, на брат, там, умер. Ну, тогда, когда я ждал ареста, и поэтому старался сохранить все. Вот евреи, если бы старались, они бы сохранили это. Так, сколько там? 27 минут. А? 28 минут. Вот не хватает еще немножко сейчас. Теперь вернуться назад надо. И это место меня отдельно скопирует. Как называется? Остановилось солнце. Вот это, нет? Да. Да, да, да. Так. Еще. Вопрос 796, второй том, открытым оком. Когда я была молодая, то мне хотелось заработать деньги, и я поступил на завод химволокна. Нас предупреждали об опасности, но случилось хуже. Мне обожгли глаза и легкие, и теперь я инвалид. И все думаю, стоило ли ради денег так рисковать, не грех ли это? Ответ. Я вырос с отцом в степи. Мы пасли овец и коров. И отец не раз говорил, что когда они бежали, боясь раскулачивания, и он крайне нуждался в деньгах и в жилище, то его провели в шахту. Он посмотрел, как выглядят шахтеры, и больше никогда не спускался под землю глубже своего погреба. Считая, что нужно научиться жить экономно и беречь свое здоровье для Господа, а большие деньги не всегда и полезны. Те, кто гонится за большими деньгами, во главу угла ставят недуховное, и под угрозу ставят не только тело, но и душу. Апостолы тоже рисковали на море. Нужно смотреть по обстановке. Вот это ответ. Дальше. Вопрос 858. Это мне вопросы задают. Бывает по радио, или как сейчас я не могу сказать, где это. Второй том открытым оком. Если человек занимается в банке начислением процентов по кредитам, не вменится ли этому человеку в грех лихви, хотя он и не хочет этими процентами пользоваться, а зарабатывает себе лишь на пропитание. Вот такие люди приходили на занятия, записка поступила. Заметь, какой ответ. На такой ответ поступил Осипову, Смирнову, Ткачеву. Как они ответят, интересно. Теперь слушай, какой я даю ответ. Ответ. Исход 22-25. То есть что Бог говорит? Вот конкретно. Они никогда вообще не отвечают. Дальше. По пальцам загибай. Сколько раз я в Библию открыть должен? Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на его роста. А вы налагаете на бедных. Дальше. Левит 25 глава с 36 по 37 стих. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего. Я Господь, чтоб жил брат твой с тобою, серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Второе место Библии открыли. Дальше. Ниемия 5.11. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масляничные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их. Это уже четыре места. Дальше. Псалом 14.5. Пятый раз открывай Библию. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Дальше. Притча 28.8. Шестой раз Библию открываем. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Так, седьмой раз. Иеремия 15.10. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Вот так. 7. Иезекииль 18.12. Восьмой раз Библию открыли. 22.12. В рост дает и берет лихво. То будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. Фактически 10 раз, там два места. Так, дальше. Перехожу на апостольское правило. Апостольское правило 44. Епископ или пресвитер, или диакон, лихвы требующий, занимающийся ростовчичеством от должников, или пусть перестанет, или да будет извержен. Так, дальше. Переходим в Вселенский собор. Первое. Вселенский собор. Поскольку многие, причисленные в клир, любостяжанию и лихаимству последуя, забыли божественное писание, глаголище, серебра своего, не давая в лихву, и давая в долг, требует сотых, судил святый и великий собор, чтобы, если кто после всего определения обрящится взимающий рост с данного взаём, или иной оборот, дающий всему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющий, ради постыдной корысти, таковой был извергаемый склира и чушь духовного сословия. Шестой Вселенский собор. Десятое правило. Епископ, или пресвитер, или диакон, взимающий, лихвы, или так именуемые сотые, если да пристанет, или да будет извержен, или да пристанет, или да будет извержен. Теперь переходим по местным соборам. Лаодикийский, четвёртое правило. Посвящённые не должны давать в рост и взимать к лихву, и так называемые имиалии, то есть половинный рост. Харфоргенский, двадцать первое правило. Рассуждено также, чтобы клирик, давший взаимы деньги, столько же денег и получал, а Даши вещи получал, сколько дал. Истинно православный христианин не может работать в жидовском учреждении, призванном ограбить народ. Нужно идти на исповедь, покаяться и сменить работу, выдержав эпитимию грабителя. Всё. Эпитимию грабителя. На этом конец. Считал мне, помогал Володя, Пасенко, ну и слушатель благодарный сидит у нас, Надежда Васильевна, молится за нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...